Ставропольская сцена Веселых и находчивых. Сами КВНчики ждут свои минуты славы за кулисами. В краевой столице встречали участников Лиги Кавказ Международного Союза КВН. 18 команд вышли на сцену рассмешить до слез ставропольского зрителя. Изначально Лига Кавказ базировалась во Владикавказе, потом перекочевала в Пятигорск. И теперь Ставрополь принимает веселых и находчивых. Самое главное, что все участники смогут показать себя здесь, не принимая при этом участия в ежегодном сочинском фестивале. Заявить о себе можно абсолютно бесплатно. Это стало решающим фактором. Многие команды отважились выйти на сцену. Ставропольские КВНчики решили сделать ставку на количество. От аграрного университета выступали сразу три команды. Одна из них электрофаг. Ребятам пришлось сложнее, чем другим. Они открывали фестиваль. На первый взгляд, показаться, что мы работники ДК, но это не так. Мы решили одеть рабочую робу электриков и выступить именно в ней по профессии. Надежды выиграть Гран-при, естественно. И главное, пройти в сезон и понравиться зрителям. Самая главная надежда всегда понравится зрителям и задача. Вы прекрасно знаете, что кавказцы очень темпераментные люди. Итак, представьте. Кавказская реклама любого моющего средства. Мага, я женщина или посудомойка? Вот именно, что ты женщина. Ты что такое говоришь? Я не понимаю. Алло, Артур, что такое твоя сестра делает? Подтягивайся сюда. Я уже подтянулся. Друзья, как отворила. Но тебя что, спрят 50 баранов, отдали. Что из 50? 50! Диана, дайте я ее воспридаю, государство. Дедушка, спикай, куда? Квенщики! Ладно, я помою. Лига организована при поддержке полпреда в СКФО Александра Хлопонина. Помощь в проведении фестиваля оказал губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков. Квенщики приехали отовсюду. Краснодарский край, Дагестан, Ингушетия, Чечня. Были представлены все республики. 30 часов пришлось ехать команде из Калуги, показать, что они умеют неплохо шутить. Кстати, Квенщики из Ингушетии участвуют уже во второй раз. Как говорят сами ребята, их интересует только первое место. Для нас фестиваль Лиги Кавказа в прошлом году был огромный прорыв. А в этом году это знакомство с еще более опытными командами. И надеюсь, очень хорошая дружба с ними. Есть одна шутка, которая нам всем нравится. В любом случае, все согласятся, это альтернативные концовки фильма достучаться до небес. И наконец, версия третья, Кремлевская. Открытие Лиги, звание которого везли домой команда Квен Инг. А вот зрителям очень приглянулся Большой Элвис. Участники из Минвод. Их всего двое. Нестандартный юмор тронул даже строгая жюри. А генеральный спонсор нашего выступления – воспитательный ты дыщ. Воспитательный ты дыщ. Получал от мамы дыщ, вырос вот такой вот дыщ. Мы не ожидали такого приема на самом деле. Очень теплый зал. Почти каждая шутка, что называется, заходила в зал. То есть все смеялись. И редакторы, мы все трудились. И очень рады, что так все получилось. Вакамакофоны Ставрополя набрали высший балл и прошли в сезон. Шутка про специализированную комнату заставила смеяться всех. Девки в озере купались. Так, пропустите, пропустите. Тут человеку на ладу кирпич упал. Ну и что? Я сейчас в пяти утра. И у меня не что, в общем, две очереди. Да успокойтесь! Друзья, задумайтесь, зачем нам мат? Русский язык и так богат. Ведь в нем есть такие замечательные слова, как «Ой». Ничего себе! Это восхитительно! Тимур Таня, капитан известной команды КВН «Нарта» из Абхазии и редактор Лиги «Кавказ». Не смог не оценить тонкий юмор ставропольских КВНщиков. Понравилось вообще в целом выступление очень многих команд. Мы поразили. Большой Элвис, конечно. И команда из Нальчика, и ставропольские команды. Обе. Ну, не обе, их, конечно, было больше, но две поразили вообще. Здесь в Старополе понравилось само отношение к КВНу на хорошем уровне уже. И много команд, которые уже готовы, уже с поставленными голосами, с поставленной игрой. 15 команд прошли отбор, которые и будут играть в сезоне. Но уже сейчас КВНщики готовятся к борьбе. А она предстоит нешуточной. Роман Шаповалов, Олег Байкулов, Информбюро.